Всем привет! Меня зовут Александр Еремеев. Сегодня мы немного поговорим про Customer Development. Это такая технология, которая позволяет сначала узнать у пользователей, что им реально нужно, а потом уже создавать для них продукт, в зависимости от того, какую проблему этот продукт будет решать, есть ли реально у пользователей эта проблема. Основная ошибка большинства компаний, в частности из тех, которые приходят к инвесторам, в акселераторах, в том, что они сначала делают продукт, потом выпускают его на рынок и зачастую получается так, что продукт оказывается никому не нужен. Дело даже не в том, что продукт плохой, продукт зачастую хороший, а дело в том, что он не всегда попадает в пользователей или пользователь просто не знает, зачем он им нужен. Ровно для этого существует серия интервью. Это глубинное интервью, когда мы должны серьезно и долго поговорить с пользователями. И вся эта штука называется Customer Development. Customer Development состоит из двух интервью. Это интервью о проблеме и интервью о решении. Интервью о проблеме позволяет понять, насколько у ваших будущих клиентов есть та проблема, которую вы собираетесь решить. Скласитесь, любой бизнес должен решать какую-либо проблему, ну, наверное, кроме игр. Второе интервью – это решенческое интервью, когда вы уже поняли, что у людей есть проблема, сделали под нее продукт, вы показываете его людям, понимаете, действительно ли он решает ту боль, которую вы выяснили, насколько он нравится пользователям и насколько они готовы за него платить. На что похож Customer Development? Наверняка вы сталкивались с игрой, в которой вам моделируется какая-то ситуация, и вы должны, задавая вопросы ведущему, понять, что же происходит. Вот примерно то же самое вам нужно будет выяснить, общаясь с людьми, что у них в голове, как они сейчас себя ведут, насколько у них есть проблема, как они ее решают сейчас, и насколько эта проблема для них серьезная, насколько то решение, которое у них сейчас есть, или отсутствие этого решения, их не устраивает и мешает им в жизни. Если задать людям неправильные вопросы, они могут вам соврать или обмануть вас, или ввести вас в заблуждение. Ну, например, если вы просто придете к людям и спросите, насколько им нравится то, что вы сделали, с большой вероятностью они не захотят вас убежать и скажут, да, действительно то, что вы сделали, это хорошо. Но это может быть совершенно не так, потому что даже если они вам польстили и сказали, что им понравилось то, что вы сделали, совершенно не значит, что они это в дальнейшем купят. Ровно поэтому существует три принципа Customer Development, о которых нужно поговорить прям отдельно и каждый из них разобрать. Первое. Людей нельзя спрашивать про будущее, потому что про будущее люди ничего не знают. Все факты, все какие-то события у людей в прошлом, поэтому всегда спрашивайте людей о прошлом. И здесь правильные вопросы, как люди решали какую-то проблему в прошлом, насколько им было это удобно или неудобно, насколько им нравилось это решение. Эти вопросы про прошлое дадут вам понимание о том, как люди жили без этого продукта, как они решали эту проблему и на самом деле даст понимание о том, как на этом построить в будущем бизнес. Следующий принцип Customer Development гласит о том, что людей надо спрашивать про деятельность, что они делали. Их не надо спрашивать про мнение, оценки, не надо спрашивать их, насколько им нравится что-то, как они оценивают что-то. Самые главные вопросы – зачем и как. И третий принцип Customer Development в том, что когда мы проводим интервью, нам не нужно рассказывать о продукте. Потому что как только мы начинаем рассказывать о продукте, которого на самом деле на этапе интервью зачастую не бывает, люди начинают спрашивать, что это такое, сколько стоит, чем лучше конкурентов. И получается, что у вас уже не получится выяснить, какая проблема у них есть. Они будут выяснять у вас, что же вы такое интересное придумали и собираетесь делать. Поэтому третий принцип гласит о том, что не нужно рассказывать людям о своем проекте или продукте. Просто делайте исследование рынка. Прежде чем идти на интервью, нужно очень четко понять, что же вы хотите узнать о ваших людях, о ваших будущих клиентах. Ну, например, переживают ли они от того, что их велосипед могут угнать, как часто они ходят в магазин за покупками, что они предпочитают покупать, какие квартиры они предпочитают и какую мебель они любят покупать, если вы, например, делаете проект, связанный с этим. И из этих вещей, из ваших мыслей о том, что вы хотите узнать о пользователе, формируются так называемые гипотезы. Потому что на любое интервью вы должны идти подготовившись. Первый этап подготовки — это формирование гипотез. Да, у вас в голове есть представление о том, каким будет ваш продукт. И вы должны для себя сформулировать, что мы считаем, что у людей есть такая-то проблема. И из этого уже формировать серию вопросов. Ну, например, мы считаем, что людям проблематично покупать билеты в кино, и они не любят стоять в очередях. Из этого у нас получат следующий вопрос. Расскажите, как часто вы ходите в кино? Как вы покупаете билеты в кино? Бывало ли такое, что вы приходили в кино, а билетов на ваш сеанс не было? Или билеты на те места, которые вы предпочитаете, заканчивались? И если люди вам действительно расскажут о том, что действительно у них бывало такое, что они не смогли купить билеты либо совсем на сеанс, либо на те места, которые они предпочитают, то, возможно, здесь есть на рынке место для новой системы бронирования билетов в кино или новой электронной системы покупки билетов в кино. Итак, еще раз. Для того, чтобы узнать, насколько наш продукт будущий нужен пользователям, нам нужно провести серию интервью. Интервью о проблеме и интервью о решении. Есть три принципа Customer Development. Первое. Мы спрашиваем людей только о прошлом и не задаем вопросы про будущее, потому что про будущее люди с большой вероятностью либо соврут, либо придумают. Второй принцип. Нам нужно выяснить о деятельности людей. Мы спрашиваем, как и почему. И третий принцип. Мы не рассказываем о своем продукте и говорим, что мы просто проводим исследование рынка. Если вы собираетесь проверить, насколько ваш будущий продукт или проект нужен людям, то сделайте несколько вещей. Первое. Придумайте, каким людям вы пойдете. Это будет называться ваш клиентский сегмент. Прежде чем сделать продукт для всех, нужно сделать продукт для какой-то небольшой, очень узкой группы людей. Придумайте, кто будут эти люди. Второе. Понимаете, где вы будете этих людей искать? Ну, например, если эти люди покупают электронику, то искать их, скорее всего, правильнее в каком-нибудь торговом центре в магазине электроники. Если будете беседовать с теми, кто покупает билеты в кино, наверняка их правильнее ловить рядом с кассами. Ну и так далее. После этого подумайте, о чем вы хотите узнать. Есть какие-то вещи, которые вы уже знаете. Есть какие-то вещи, которые не нужно проверять. Поэтому поймите, что вы действительно не знаете об этих людях и сформулируйте некоторое количество так называемых гипотез. Мы считаем, что у людей есть такая-то проблема. Мы считаем, что люди решают эту проблему вот так. И составьте вопросы. Повторюсь, вопросы должны быть про прошлое. Вы должны узнать, есть ли у людей эта проблема, как они ее решают, что для них самое сложное в решении этой проблемы, сколько денег, времени или каких-то других ресурсов они на это тратят. Попробуйте пообщаться с людьми. И я думаю, что вы найдете для себя много интересного касательно того, бизнеса, который вы, возможно, захотите сделать.